Праведность Книга пророка Амоса, 4 глава, с 1 по 13 стих. Слушайте слово сие, те лицы васанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдите, каждая, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напаяем был дождем, а другой неокропленный дождем засыхал. «Исходились два-три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыто напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. «Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. «Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. «Посему так поступлю я с тобою, Израиль. И как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф. Имя Ему». Размышления. Часть первая. Бессмысленные жертвы. Книга пророка Амоса, 4 глава, с 1-5 стих. Народ Израиля исполняет все нужные формальности – приносить жертвы и десятины в соответствии с законом. Однако внешняя религиозность не является отражением Божьей праведности и не впечатляет Господа. Жертвы становятся бессмысленными, когда из проявления искреннего поклонения Богу превращаются в предмет гордыни и похвальбы. Алчные израильтяне заботятся лишь о удовлетворении собственных аппетитов и угнетают и притесняют маленьких людей, не обладающих такой властью и ресурсами, как сильные миры сего. Но те, кто действительно любит Его, отвечают Ему жертвенностью, относясь к окружающим с неподдельным почтением. Бог ищет людей, которые принимают ценности, выражающиеся в Его заповедях. Когда мы благословляем окружающих, в том числе и бедных, и неимущих, мы показываем, каков Божий путь. Какие области Вашей духовной жизни превратились в пустой ритуал? Болитесь, чтобы Его Дух помогал Вам возрастать в Божьей любви, которая рождает в нас любовь к людям, проявляющуюся в образе жизни. Размышления, часть 2 В ответ на страдания Книга пророка Амоса, 4 глава, 6 по 13 стих Господь открывает, что испытания, которые переживает Израиль, на самом деле приходят от Его руки. Это от Него голод и засуха. Но Он допускает такие страдания, потому что желает, чтобы Израиль возвратился к Нему. Хотя страдать очень неприятно, и никто этого не любит, мало что столь же эффективно способствует углублению наших отношений с Господом. Когда мы доходим до точки, где переживаем сокрушение и покаяние, это становится благословением, потому что мы смиряемся и понимаем, как сильно нуждаемся в Нем. Да, Израиль не раскаялся и не вернулся к Богу, но мы можем быть застрахованы от подобной ошибки. Не все страдания от Господа, но всякий раз, когда мы их переживаем, пусть это приближает нас к Нему. Какова Ваша реакция на страдания? Проходя через тяжелые ситуации, найдите время, чтобы выразить свое доверие Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...